Это анализ рынка. 20 ноября 2021 года, время 7.14. Рыночный фон еще не такой. Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Это была информация на 6 часов утра, сейчас по сути рыночный фон абсолютно такой же. По большому счету нефть пошла сбивать стопы большого количества ланговых спекулянтов-плечевиков, которые торгуют на критной плечи. Ну я еще раз напомню, что если вы считаете, что рынок сейчас корректируется сырьевой из-за омикрон-штамма, забирайте деньги, уходите на вклады. Прям с жирным шрифтом подчеркиваю эти слова. Потому что рынок торгует сатурной курни, ники новости на него толком не влияют. Мат-часть вам в помощь. Поэтому подобная картина рынка будет как минимум до выхода американцев на торговую сессию, то есть до 17.30 по МСК. Соответственно, и открытие рынка российского уже произошло негативом. То есть, как я и писал сейчас в текстовом анализе рынка, который вы можете получить в телеграм-канале, в контакт-группе. Соответственно, пока такая динамика будет сохраняться. Перед началом данного видеоролика хотел бы презентовать телеграм-канал FiboTrade. Это частный блог об инвестициях. Человек торгует на рынке акций, товарных рынках, валютных рынках. Автор-канал также публикует свои сделки по рынку. Автор-канал торгует согласно мат-части, то есть согласно техническому анализу. Ну и, соответственно, такие каналы быстро становятся платными. Поэтому пока доступ на канал бесплатный, автор принимает подписчиков. Ссылка на данный телеграм-канал будет в описании к данному видеоролику. Далее начну с самого важного события. Это Китай. Центральный банк Китая снизил ключевую ставку. Ну, внимание, предыдущая ставка была 3,85 пункта. Сейчас ставка 3,8 пункта. То есть снижение ставки на 0,05 процента произошло. Если многие из вас считали, что Центральный банк Китая всем обязан подзарез, то бишь снижать ключевую ставку сразу на, не знаю, полпроцента, знаете, такие иллюзии нужно сразу пресекать на корню, потому что снижение ключевой ставки, оно будет плавным, постепенным. Оно не будет прям сразу же на 1%, грубо говоря. Нет, конечно, такого не будет. Власть китайская этого не позволит сделать. Поэтому цикл начался с мячей денежной кредитной политики. Цикл стимулирования начался. Ну и, соответственно, первые сигналы мы уже получаем. Второй момент, что касается также Китая, я хотел бы озвучить это со стороны анализа Морган Стэнли, инвестбанка американского. Инвестбанк Морган Стэнли сообщает, что за счет начала стимулирования китайской экономики, то есть мячей ДКП и влива юаней в экономическую систему в рамках программы обратного РИПО, в китайской экономике начинается рост кредитного импульса. То бишь, вот. То бишь, сейчас многие инвестбанки американские делают, я считаю, грамотную ставку, то, что Китай, они не минуют стороной, не минуют, прям, подчеркиваю, двумя линиями, не минуют. Соответственно, микроцикл роста кредитного импульса, он традиционно осуществляется на программе мягкой денежной кредитной политики на то, что сейчас китайцы уже начинают налегать постепенно. Вот. И об этом также в данной сайте пишут Морган Стэнли, можете ее прощать в нашей ВКонтакт-группе, либо на Телеграм-канале, либо вообще в Инстаграме. Я ее везде запостил, куда только можно, на все наши медиаресурсы. Поэтому понемногу, по чуть-чуть, медленно, но верно, кредитный импульс пойдет вверх. Ну и, как следствие, китайский рынок тоже будет разворачиваться. Потому что на старших таймфреймах по голубым фишкам Китая мы уже с вами можем спокойно наблюдать потенциально разворотные паттерны. Вот эти факторы надо учитывать. Ну и макроэкономика вам в помощь. Кстати, что касается турецкой лиры, меня после вчерашнего прямого эфира тоже заспамили сообщениями, хотя я вчера мысль на прямом эфире выскала по поводу турецкой лиры, я еще раз повторяю, здесь девальвация лиры неизбежна. То есть локальное укрепление, продолжение девальвации. Локальное укрепление, продолжение девальвации. Я еще раз напоминаю, что Центральный банк Турции, ну на самом деле Эрдоган, президент Турции, там экономическая политика крутит-вертит, не понимает, как она вообще обустроена, как она устроена по факту. То есть президент Турции никак не владеет макроэкономикой. Соответственно, в рамках текущих проблем в Турции, где нет ничего абсолютно с точки зрения подушки безопасности, этот чудик продолжает снижать ставку. Сейчас на 14% в годовом эквиваленте было 15%. Соответственно, Эрдоган сообщил очень интересную такую вещь. И я бы ему вручил, не знаю, наверное, шнобелевскую премию. За просто вот то, что он сказал. Эрдоган сообщил, что новая модель политики основана на низких процентах этой части экономической независимой войны, которая приводит к успеху. Сказал, как отрезал. Понимаете, на самом деле Центральный банк Турции находится сейчас между двух огней. Есть очень плохой вариант развития событий и очень-очень плохой. Например, наш Российский Центральный банк выбрал очень плохой вариант развития событий. То есть сейчас многие тоже набьют, но хают. Ее там многие говорят, что она неверный курс избрала. Но извините меня, если бы она избрала курс очень-очень плохой монетарный политик, то есть если бы она оставила процентную ставку на уровне 4% в рамках мягкой ДКП, да, кредиты бы выдавались направо и налево. Окей, не вопрос. А что бы было с рублем? Вы понимаете, что инфляция ударила с двух сторон. Инфляция импортная, то есть мировая инфляция, которая переоценила все сырьевые товары за последние два года. И у нас тоже с вами цены на сырье, там на еду и прочее выросла. И была бы еще инфляция со стороны девальвации рубля. То бишь была бы валютная переоценка, инфляция еще бы выросла. Понимаете? А вот в Турции такие же проблемы. То есть если наш Центральный банк выбрал один путь развития, более или менее адекватный, то Центральный банк Турции выбрал невероятно неадекватный сценарий развития. У них инфляция двойная. Мировая и еще за счет девальвации турецкой лиры, которая, к слову говоря, за последние четыре месяца упала почти в два раза. Лира. Турецкая мать ее лира. Знаете, в чем проблема Турции? В том, что я вот здесь написал. Проблема в том, что страхи инвесторов в адрес развивающих стран, из-за проблемы в Турции, будут нарастать страхи инвесторов в адрес развивающихся стран. Турция – это развивающаяся страна. Развивающиеся страны – это Латинская Америка, это Восточная Европа, это Ближний Восток, это Российская Федерация, это Южная Азия. Соответственно, иностранные капиталы в эти страны будут бояться входить. То есть, большие капиталы, они всегда мыслили абсолютно шаблона. Если они видят проблему в одной стране, где президент откровенный идиот, то есть в Турции, то эти мировые капиталы, они считают, что такая проблема абсолютно везде. И они боятся увеличивать свое присутствие на этих развивающихся рынках. Поэтому они выбирают наиболее безопасные активы. Это либо трежерис, либо там драгоценный металл, либо еще чего-то. Либо вообще остаются на развитых рынках. То есть там США, Австралия, Япония, Канада и прочее. И вот это главная проблема того, что делает Эрдоган. Он просто дает подсечку вообще всем. Вы, конечно, можете сейчас сказать, что я здесь не прав, но извините меня, я торгую уже дохренищие лет на этом рынке. И я прекрасно понимаю, что в рамках текущей глобализированной экономики, глобализации, все развивающиеся рынки друг с другом соединены одной цепью событий. Вот цепь событий нарушена в Турции. И уже отток капитала начался с российского рынка. А деньги иностранных приходят в качестве фондов. Они не покупают отдельные акции иностранных капиталов. Большие капиталы. Они покупают фонды, куда входят эти акции. Понимаете? Вот чем логика. Одно зависит от другого. Поэтому этому чудику, Эрдогану, нужно позарез поднимать ключевую ставку, пока еще не поздно. Потому что он, конечно, повысит ключевую ставку, когда его так припечет, капитально припечет. Когда капиталы с Турции сгинут, и они сгинут потом с развивающихся рынков целостно. Вот в чем суть-то. А как его может припечь политическая дестабилизация? Вот как. Учите историю. Далее, что касается нефти марки Брент. Я вчера на прямом эфире сообщал, что они пойдут выбивать стопы ниже уровня ЕМА-200. Вот смотрите, в идеале прийти нефти вот на эту поддержку. Давайте округлим ее до уровня 69, дефис 70. Вот целый диапазон, который я здесь выделяю. Вот он, видите, проходит. В идеале прийти сюда, цена приходит, проторговывается, отскакивает на медианную полосу Больнжера, а это будет сопротивление уже 72 доллара 50 центов. Дальше на проторговке будет находиться. То есть, я имею в виду, что сейчас те стописты, я еще раз повторяюсь, я эту информацию беру не с потолка, я эту информацию беру, читая тонну иностранных источников, англоязычных. И там трейдеры большого участника рынка, они не боятся писать свое мнение, свои сделки. Соответственно, когда я увидел еще в пятницу, то что многие из них написали, что они преланговали нефть на плечи, на плечи, подчеркиваю, на плечи, вот на этих уровнях, примерно на эшелонах, 73, там 74, вот на этом диапазоне, назовем вот так. У меня сразу включился в голове биржевой механизм, как все это работает. Толпу везут к прибыли, толпу к прибыли не везут. Соответственно, пошли выбивания стопов, ну и возможно, маржин колы будут в ближайшие дни, уже по рынку нефти. А учитывая то, что американцы, европейцы уходят на католическое Рождество уже 25 числа, у нас через неделю будет на рынке нефти гипертонкий рынок. То есть, торговаться будет одна Российская Федерация, ну и некоторые страны Азии, все. Ликвидность будет минимальной, поэтому манипуляции тут будут капитальные. Соответственно, кому-то не повезет и кого-то примут в объятии маржин кола. Николая Маржинова, назовем так. Так что, если торговать нефтью, поаккуратнее цель находится здесь. И вот, пример говоря, я лишь от этого уровня буду готов рассмотреть фьючерс на нефть. То есть, не от этого, а вот от этого 69. Вот только так вот. От этой исторической поддержки уровневой. Что касается природного газа, он торгуется еще в боковике. Я вчера также говорил про него, мысли выражал. Ну, я озвучу еще раз сегодня, что сегодня цель будет на сопротивление 3,80 и 3,85, а также 3,88 доллара. Соответственно, внимание, большинство сейчас считает, что это накопительный уровень. То есть, якобы купится лонговая позиция. Я с этим не согласен в корне. Почему? Потому что, если мы откроем недельный график, то мы здесь увидим очень четкую непроторгованную область. Я ниже стоящего уровня не рассматриваю, я смотрю только до ближайшей исторической поддержки 3,25. Поэтому цели ниже у газа есть. То есть, если вы сейчас, условно говоря, купите позиции в газе на текущих эшелонах, то здесь, я считаю, нужно быть максимально аккуратным и, соответственно, копить пози в дальних контрактах. То есть, не которые погашают через 3 месяца, а которые погашают через полгода. Я, честно говоря, не помню. То ли там бэквардация, то ли контанга в дальних контрактах, я не помню, по какой цене они торгуются. И газ. Я знаю, по какой цене торгуются металлы, а металлы торгуются по цене выше текущей. Вот, по газу надо будет посмотреть ради интереса, потому что, если они торгуются фьючерсы на газ ниже текущей цены, и это, конечно, хреново, потому что цена будет, рыночная, загоняться к этим уровням в такой ситуации. Соответственно, и, ну, повторяюсь еще раз, будьте аккуратны. То есть, если вы, например, торгуете внутри дня, поторговать можно сегодня, почему бы нет. Но если вы торгуете, ну, не знаю, внутри месяца, тут надо вообще очень аккуратно быть. Цели ниже по газу. Ну, а сегодня боковичок. Сегодня боковичок, он вот так цели ниже. То есть, цели ниже, я имею в виду, что в рамках месяца, да, а локально, то есть, сегодня, 20 декабря, боковик. Что касается драгметаллов, я открываю график индекса доллара, а также драгметаллов. Сейчас, секундочку. Так, где же там, вот, нашел. Индекс доллара. Я еще раз напоминаю, вот, опять же, с точки зрения, недельного графика. В индексе доллара все ожидания касательно ФРС уже учены в цене, соответственно. Цена пришла также, видите, на сильный уровень сопротивления, то есть, уровень 97 пунктов. Округлим его, давайте. Вот. Я, по моему личному обозрению, то есть, мнению, на мой личный, опять же, взгляд, прям, подчеркиваю, двумя линиями. Индекс доллар сильно перегрет. Во-первых, то есть, это видно по технической части, видно по уровневому анализу, приход на сильно сопротивление, по алгоритмическому анализе тоже наблюдаю. Ну, и, соответственно, индекс доллар проторговал весь этот диапазон. Отвечая на вопрос, по этому проторговал данный диапазон, сейчас маловероятно, потому что в рамках текущей перегреться, в рамках того, что рынок уже заложил все возможные ожидания со стороны ФРС в индекс доллара, в рамках этого пампа, у нас, так или иначе, цели вышестоящие уже отработаны. Поэтому, повторюсь еще раз, на мой личный взгляд, коррекцию по минусу доллара мы видим до уровня 96 пунктов, затем уже на проторговку данной области. То есть, вплоть, возможно, до уровня 95, ну, либо 94,8 пункта. Там по ситуации видим. В такой ситуации я бы ожидал роста цены на золото. Я, кстати говоря, сейчас золото присматриваю в качестве дериватива. Ну, под спекуляцию, ни под какую не подависицу, просто под спекуляцию. Спекуляцию по золоту, ну, примерно не с целью, сейчас секундочку, не с целью на 1915, нет. Нет, не с целью сюда, а с целью вот сюда. 1965, либо 2000, то есть, ну, примерно с абсайдом в 10%, на мой личный взгляд. Ну, вот, потому что надо помнить про корреляцию между дырак металла и индексом доллара. То есть, доллар вниз, металла вверх, доллар вверх, металла в боковике. Пока такая корреляция. Но важно помнить то, что инвестиционный спрос стран центральных банков в адрес золота, он гигантский, поэтому золото, его очень сильно удержат на текущих уровнях. Ну, а если говорить про долгосрочный долгосрок, то цены золота будут намного выше, чем текущий уровень. Это необходимо учитывать. Но, опять же, с точки зрения таких локарных краткосрочных трейдов, то по золоту. Но мои лично цели выше. Вот первая цель, это, повторяюсь, 1870, вторая цель 1905, третья цель уже 1965. Эти все области, красные свечи, то есть, диапазоны не проторгованные, рынок будет еще очень сильно проторговывать. Это лишь вопрос времени, поэтому я лично думаю, вот я, как для себя решение принимаю, буду постепенненько понемножечку копить деривативную позицию по золоту. А деривативы это бумажные контракты. Та же самая ситуация в серебре, то есть, видите, как и в золоте. По большому счету, первую цель на уровне 22,5 доллара за унцию серебро отторговала. Есть цель абсолютно выше, я давайте уберу индекс доллара, он мешает сейчас. На дневном графике сильно, наблюдают сильно расхождение ценовое между осциллятором RCI и ценой на серебро. Соответственно, первая цель отработана, вторая цель находится на уровне 23,50, третья цель на уровне 24,50, четвертая на уровне 25,20. Поэтому к этим вышестоящим целям цена еще придет. Но, повторяюсь, придет только тогда, когда мы получим неплохой разворот в индексе доллара. На недельном графике видно то, что основные плечевые лонгисты с этого инструмента рынка выброшены. кимшипом в предыдущей неделе закрылась. Вот, соответственно, цель у нас повыше. Но, если вы про сегодняшний день, все внимание не на поддержку, а на сопротивление. Уровня 22,42 доллара. Что касается платины, тут картина чуть противоположная. На самом деле, сейчас платину и палладий рынок давит, мягко говоря, необоснованно. Соответственно, и по платине я бы сегодня ожидал начала откупа до сопротивления уровня 923, 925 долларов за унцию. Вот, это по дневному графику. Канал по Лосбонжер на дневке тоже сужается. Вот, по большому счету, на предыдущем деле был тоже выброс плечевых лонгистов на этой свечке от 15 декабря. Поэтому по платине я бы сказал так, что если про средний срок, ожидаю выхода на проторговку в данной области к области 1100 долларов за унцию. Про средний срок, да, а про краткосрок, то сегодняшний день, то вот ждем возврата на сопротивление 923, 925. Ну и по Палладию такая же ситуация, в принципе, локальный отскок к 1770 долларов за унцию я думаю мы сегодня увидим. Но, кстати, по Палладию я еще раз свою мыслью напомню, что тут проблема в чем? Проблема в том, что цели и ниже остались. Повторяюсь, возможность прихода на 1400, 1300, она все еще остается. Да, эта вероятность постепенно снижается, но вероятность пока еще имеется. Поэтому и по Палладию пока идем четко в рамках нисходящих на медвежьего тренда. Далее фьючерсы на индексы РТС и ММВБ по большому счету. И вы уже знаете, что я позицию на предыдущей неделе в конце недели скинул. Меня там просто по стопу выбило по Газпрому, по по этому, как его, по Финексу, ну, деривативами я имею ввиду. Там свою прибыль я после вот этой хрени забрал. То есть раз, два, три, три дня поддержал и уже потом из позиции с нехилым плюсом вышел. Так вот, в чем речь? РТС индекс сегодня, фьючерс, падает на полтора процента. Соответственно, основная поддержка находится на уровне 154 тысячи 150 пунктов. Где проходит пунктирная линия. Соответственно, и здесь пока будем торговаться в рамках снижения цен на нефть. Только из-за этого. Поэтому, если брать также в приоритет еще фьючерс на индекс Мосбиржи, так, на индекс Мосбиржи, фьючерс, меня что здесь смущает? Меня смущает, как и в индексе РТС ГЭП открытый с точки зрения торговли. 362 2525 пунктов. На самом деле, наш рынок ГЭП всегда закрывает, поэтому, блин, здесь следует быть максимально осторожным. Ну, иными словами, рынок российский-то я еще буду покупать со спекулятивной точки зрения, но на закрытии подобных дырок. По-другому не могу назвать. Далее, индексы РТС и ММВБ пока еще широкий российский рынок не открылся, поэтому, поэтому, так, что у нас, это у нас индекс РТС, точно. Поэтому по РТС тоже, внимание, все на эту дырку, на уровне 1545 пунктов, это ГЭП, который рынок, возможно, сегодня рынок уже его закроет, по крайней мере, я надеюсь. Тут, в принципе, даунсайд, потенциал падения у нас, ну, два с половиной процента, в принципе, небольшая такая цель, учитывая то, что РТС и фьючерс падает уже на 1,6%, то, возможно, сегодня ГЭПу закроем. Но, опять же, откроемся ГЭПом вниз, возможно, отработаем ГЭП, возможно, на этом уровне я подберу позицию, спекулятивную цель, уже закрытие сегодняшнего ГЭПа. Такую операцию я, в принципе, готов был совершить на индексе РТС. Фьючерсом, я имею ввиду, фьючерсом. Вот, по индексу Мосбиржи ситуэйшн абсолютно такой же. ГЭП, который сегодня, скорее всего, будет закрыт на уровне 3152, ну, пусть 3152 пунктов округлим. То есть, опять же, рынок открывается ГЭПом вниз, идет закрывать ГЭП, вот, потом уже идем закрывать ГЭП сегодняшний. Но, опять же, закрывать ГЭП не свечой, а тенью от свечи на дневном графике, поэтому один ГЭП отработан и, вероятно, второй ГЭП тоже отработан. Ну, на этом, блин, можно было бы прокатиться на самом деле, почему бы нет. Ну, что касается пары рубль-доллар, здесь ситуация, в принципе, интересная. Почему? Потому что, так, с какого-то перепугу открылись ГЭПом, а, точно не перепугу, у нас точно нефть уже 2% минусует, так что ничего страшного. ГЭПом вверх, то есть поддержка 74.20, то есть ГЭП это будет закрываться, я полагаю, уже в ближайшие дни, пару дней, то есть не сегодня, а в ближайшие пару дней, 74.12, поэтому все, внимание на поддержку в дальнейшем на уровень 73.90, 73.85. По большому счету, эти все цели, они будут отрабатываться. Про какое-то, по крайней мере, сейчас стремительное ослабление рубля, но, говорит, реально не приходится, поэтому даже коррекция в цене на нефть, она, ну, она чисто локальная, чисто локальная, так как толпу к прибыли не везут. Что касается фьючерса, точнее, индекса S&P 500, здесь основная поддержка находится на уровне 3.000, 4.580 пунктов, ну, вот, в принципе, к ней подошли, я все-таки ожидал бы сегодня откупа со стороны байза дипперов на американском рынке, ну, с целью на уровень 4.600 пунктов. То, что азиаты сейчас пытаются демпинговать, эти хербы с ними, потому что выйдут американцы, хозяев рынка, они начнут колбасить всех, потом колбасофилить, назовем так, вот, и поэтому по американчикам у нас, скорее всего, будет откуп на вышестоящий уровень. Что касается российского рынка акций, здесь, в принципе, Газпром также откроется гэпом вниз сегодня, но я полагаю, на под... А, нет, стоп, он уже открылся гэпом вниз сегодня, то есть, да, ведь уже торгеты идут у нас, рынок открыт, да, гэпом вниз, он открылся на 323, ну, вот, в моменте съехал на 320, в принципе, ждем локального снижения вот к этой области поддержки. Она на 4-часовом графике хорошо прорисовывается, кстати говоря, вот здесь вот, 321 рубль. Кстати говоря, выше тачки гэп тоже будет потом цена закрывать, я полагаю, не сегодня, в ближайшие там день-два, скорее всего, потому что, повторяюсь, в рынке нефти коррекция числа локальная. Повторяюсь, толпу к прибыли никто не везет, а там плечевых логистов тьма сидит. Вот, поэтому по Газпрому цели выше, закрытие гэпа 327, ну, а в целом, сегодня будем булдухаться вблизи поддержки 321 рубль, 54 копейки. А так, в принципе, если говорить на перспективу недели, можете обзором МВБ посмотреть, который я вчера тоже записывал, прямой эфир. Основные цели по Газпрому 328 и 334. Про более вышестоящие цели я говорить, конечно, могу, но они будут не сейчас достигаться. Не сейчас. Потому что перед Новым годом начинается тоже отток ликвидности с рынков, вот, поэтому новый финансовый год многие участники рынка начнут с чистого листа. Что касается Сбербанка, картинка такая же, как и в Газпроме, открытие гэпом вниз, но гэп вверху будет на 295 рублей закрыт уже в ближайшие пару дней, я полагаю. Вряд ли сегодня, опять же, но в ближайшие пару дней. На 4-часовом графике, что мы здесь видим с вами, поддержка на медианной полосе Больнджера, уровень 289, но вблизи ее будем торговаться именно сегодня. Ну, рынок будет сегодня красноватый, поэтому не без этого. Ну, подводя итоги, могу озвучить одну простую мысль, то, что нет смысла рассматривать весь широкий рынок акций РФ, голубой фиш, потому что тут все голубые фишки друг с другом напрямую торгуются, коррелируют, соответственно, сегодня нефть у нас тоже находится такой локальный просадок, повторяюсь, выбивает стопистов, лонгистов, плечевых именам. Слишком там много участников рынка, по 74 доллара за баррель села с плечами. Это первый нюанс. Второй нюанс, этот вынос, я считаю, краткосрочный, кратковременный, ну, одну-две торговые сессии, не более того. Возможно, завтра картин рынка уже поменяется. Это второй нюанс. Третий нюанс, что касается локального трейда, я рассматриваю сейчас именно драк, металлы и газ. Ну, газ с точки зрения интродэев подойдет там с целью на 3.85, там 3.88, можно даже сегодня там проценты 3-4 сурвить с него и с позиции выйти. Что касается металлов, я, ну, опять же, беру деривативы, там, бывает, паи беру, паевые фонды, бывает, беру фьючерсы, там, когда как, когда настроение какое, вот, чаще фьючерсы беру. Соответственно, по драк металлам на золот, в принципе, я глаз положил, вот, поэтому по мере ослабления доллара, то есть к нижестоящим уровням, мы, естественно, видим отскок в металлах, потому что в металлах также имеются неотработанные цели, которые находятся выше текущих уровней, намного выше, ну, например, по золотам, 1825, 1905, 1925, 1965 еще осталась цель, вот, эти цели надо будет отрабатывать рынку, что касается вообще российского рынка широкого, я, естественно, его буду подбирать, я сейчас, честно говоря, не торгую отдельно взятыми акциями, я сейчас стараюсь торговать прям плотно, либо фьючами, либо паевыми фондами, там, не играет роль, что именно, с точки зрения спекуляции, потому что намного удобнее сейчас, на мой взгляд, стало брать именно, ну, по крайней мере, последний полгода, год почти намного удобнее стало брать, с точки зрения спекуляции, вообще широкий рынок, РФ, вот, куда входят все эти голубые фишки, ну, и, соответственно, им приятнее торговать, особенно фьючерсами на индекс РТС, тут ШАМ, либо индекс ММВБ, но там роль не играет, вот, пока парадигма, в принципе, такая, на этом все, у нас имеются медиаресурсы в каждом описании, под каждым видеороликом, в первом пункте наши телеграм-каналы, телеграм-канал про рынок акций РФ, США, Китая, валюта, технический анализ, торговые идеи по рынку акций, также, мое мнение, аналитика, обозрение, макроэкономика, сырьевой рынок, нефть, газ, золото, серебро, платина, палладин, уголь, цинк, и прочее, сырье, сталь, никель, алюминий, технический анализ, повторяюсь, а также торговые идеи, которые также публикуются в качестве технического анализа и, соответственно, рекомендациями не являются, также, мнение, аналитика, обозрение, макроэкономика, все на этом канале, также, телеграм-канал про облигации для консервативных участников рынка, и телеграм-канал про банковский сектор и рынок недвижимости, также, у нас имеются медиаресурсы, второй пункт в контакт группы, третий пункт инстаграм-канал, я рекомендую подписаться на все медиаресурсы, чтобы быть в курсе всех событий, также, данный медиаресурс имеется в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом, третий пункт, телеграм-канал, четвертый инстаграм, пятый в контакт группы, ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время, грамотные стратегии и риск-менеджмент, наши главные союзники, благодарю за внимание, до свидания.